Привет, это Таня. Решила вам показать еще одну из своих тренировок. Думаю, что такие подойдут абсолютно всем. Девочкам, мальчикам, вне зависимости от того, хотите ли вы похудеть, или же набрать массу, или работать над какими-то конкретными проблемными зонами. Такие вопросы скорее решаются питанием. Итак, начинаю я свою тренировку, как всегда, с разминки. 7 минут на эллипсоиде. И затем делаю гиперэкстензии. В нашем зале нету, к сожалению, тренажера специального для гиперэкстензии. Поэтому обходимся чем есть. Я делаю обычно три подхода по 15-20 повторений. Между подходами я отдыхаю по 30 секунд. И между упражнениями примерно по 60 секунд. Бывает, конечно, и дольше. То есть я смотрю уже по себе, когда я готова приступать к следующему подходу или же к следующему упражнению. Да, и кстати, здесь я не показываю, но абсолютно на каждую тренировку я приношу с собой пью БЦА в течение всей тренировки. У меня есть разные, без каких-то вкусовых добавок и красителей. И также с разными вкусами. Конечно же, без добавок немножечко горчит и не так вкусненько. Поэтому иногда я их мешаю вместе. Следующее упражнение будут приседы. Для меня это, наверное, самое сложное упражнение. Не знаю, почему-то мне они очень тяжело даются. Но я над этим работаю. Стараюсь улучшать технику, повышать веса. Начинаю я, как всегда, с разминочных подходов. Первый разминочный подход делаю с пустым грифом. Он весит 45 паундов. Это примерно 20,5 килограмм. Потом я добавляю и делаю еще один разминочный подход с весом 65 паундов. Примерно на 8 повторений. И затем уже последуют два рабочих подхода с весом 75 паундов. Следующий рабочий подход будет с весом 85 паундов на 12 повторений. И последний рабочий подход с весом 95 паундов на 8 повторений. Ноги я стараюсь ставить пошире и садиться как можно глубже, чтобы задействовать больше ягодичные мышцы. И, кстати, выхожу я так далеко назад, просто чтобы показать технику выполнения упражнения для видео. Обычно я бы просто сделала, может быть, один-два шага назад. Хотела еще пару слов сказать по поводу некоторых комментариев с предыдущего видео. В особенности те, кто там написали, что думают почему-то, что мне это легко дается. И, поверьте, так же, как и всем, мне это дается нелегко, и это тяжелая работа. Разница просто в том, что те, кто чего-то хотят добиться, они прикладывают максимум усилий и находят возможности, чтобы это исполнить. А те, кто не хотят, ищут всегда оправдания, типа у меня нет времени, ну или что-то в этом духе, или же широкая кость. У меня так же нет времени, как и у всех. Я работаю, у меня маленький ребенок. Но, тем не менее, это то, от чего я получаю наслаждение. Мне нравится заниматься, им нравится держать себя в форме. Поэтому я нахожу возможности и нахожу время на свое любимое дело. А те, кто не любят спортзалы, или же не могут позволить себе приобрести абонемент, пожалуйста, есть уйма информации в интернете и видео, как заниматься дома. Занимайтесь где-нибудь на улице, во дворе, в парке. Возьмите какие-нибудь гантельки. Вместо гантелек можете просто взять бутылки даже с водой. Можете заниматься собственным весом. Для мамочек вы, пожалуйста, можете своих деток маленьких использовать. Я, в принципе, так и делала вначале. Пока занималась дома, я брала ребенка и держала на ручках и приседала с ребенком на руках. Ну, и, конечно же, можно там... В принципе, в интернете есть полно видео занятий с детьми. Так что было бы желание. Следующее упражнение – румынская тяга. Я сделала два разминочных подхода. Один с пустым грифом на 45 паундов и еще один с весом 65 паундов. Дальше я делаю четыре рабочих подхода с весом 85 паундов на 12-15 повторений. Техника у меня еще немного хромает. Немножко сильно сгибаю ноги. Возможно, это из-за плохой растяжки. А может быть из-за того, что просто очень тяжело на руки. У меня руки не выдерживают такой вес. Потом сильно болят кисти. Поэтому дальше, вы увидите, обычно я использую специальные ленты для рук. И так намного легче. И кисти потом не болят. И, как мне кажется, техника выглядит более правильно. Кстати, у Егора на канале и на его сайте есть статьи и видео насчет зарядки. Всем рекомендую. Утром и вечером очень помогает. С утра как-то зарядиться позитивной энергией. Начать свой день бодрячком. И вечером расслабиться и подготовиться ко сну. Еще упражнение вакуум. Особенно для девушек, женщин, которые рожали. Мне кажется, очень сильно помогает с животом. Как бы привести его в тонус. Растянутую кожу, особенно внизу живота. Каждый день с утра я делаю это упражнение на голодный желудок. И мне кажется, оно действительно работает. Хочу еще пару слов сказать насчет кардио. Я раньше была из тех людей, которые бегают на дорожке по часу. А то и больше иногда. Скажу вам то, что прогресса от этого не было абсолютно никакого. Только начались проблемы с коленями. Так что никому не советую. Это я еще делала до беременности. С тех пор последние 4 месяца, как я занимаюсь по рекомендациям Егора, я делала интервальное кардио 20 минут. Ну, может быть, 2 раза, если я не ошибаюсь, я всего лишь делала. А так только силовые тренировки 3, иногда 4 раза в неделю. И я часто гуляю с ребенком, поэтому, если не каждый день, то практически каждый день по часу вечером просто прогуливаюсь с ребенком. Следующее упражнение выпады в ходьбе я делаю 3 раза по 10 повторений на каждую ногу. С вот такой небольшой штангочкой, она весит 30 паундов. В этом упражнении главное делать такой широкий шаг и следить, чтобы колено не выходило за носки. И еще, когда вы поднимаетесь, нужно отталкиваться от пятки и стараться не заваливаться вперед. Есть множество вариантов выполнения этого упражнения. Не обязательно делать в ходьбе, можно делать на месте. Просто не менять ноги после каждого повторения. Например, сделать 10 или 20 раз на одну ногу, а потом поменять и сделать на вторую. Все принципы остаются те же, чтобы колено не выступало за носок и чтобы не заваливаться вперед. Также можете делать вообще без всякого веса или же вместо штанги брать какие-нибудь гантельки. Следующее упражнение отведения ног в тренажере сидя. Оно выглядит со стороны довольно легко, но после того, как вы сделаете 30 повторений, вы почувствуете ягодицы и будете, я думаю, их чувствовать еще и на следующий день, а возможно и через день. Так что это из тренажеров. Это, наверное, один из моих любимых тренажеров в зале. И еще о питании. Абсолютно после каждой тренировки, вне зависимости от того, в какое она проходит время, я выпиваю протеин и съедаю банан. Всем спасибо за просмотр!